ну много вопросов задавали в плане того что как мы к этому пришли и с чего мы начинали но честно говоря случилось совершенно случайно это были на одной из выставок в ростове и там были была компания в общем салтая какая-то непонятная компания то есть начали рекламировать себя как биопроизводители либо препараты мы там с ними завязались ну короче препараты брали но она похоже ничего не сработало а многие люди которых они еще и кинули оказались ну после этого мы задумали что если эти шарлатаны такое предлагают то значит что-то в этом есть и благодаря им мы познакомились с частным сертификатором и инспектором ходу сам Андреем Валерьевичем по поводу того что уже на тот момент существовали частные стандарты агрософии по ведению биопредприятия и стандарты качества производства сельхозпродукции ну вот мы с ним познакомились и как бы стали в правильное уже русло вот и чем мы столкнулись изначально с тем столкнулись что самая главная была проблема как поддержать растения и как сделать так чтобы все наросло и не получить особо большого ущерба как в экономическом плане так и процессе выращивания оказалось очень сложно на тот момент это был десятый год практически никто не занимался производством биопрепаратов которые могли бы помочь в выращивании биопродукции но потом мы уже по мере развития уже познакомились ближе узнали о существовании биотехагра на плаву вплотную начали с ними сотрудничать кому с 11 года что-то так и потихоньку наши связи укреплялись укреплялись потом возникли другие компании но понятно что биотехагра у нас как бы географически ближе всех и проще работать и контактировать и посетить друг друга не проблема поэтому так мы как бы прикрепились к ним так так и ведем с ними сотрудничество совместно с нашим развитием развивались и они мы за ними вот поэтому биотехагра сейчас на очень высоком уровне прошлом году проводили день предприятия до борисович прошлом или позапрошлом было очень много людей человек на 300 если не ошибаюсь больше даже до предприятия сделал огромный рывок реальный рывок поэтому есть что посмотреть ну и соответственно препараты очень высокого качества ну начали работать так все казалось радужно так все хорошо вот мы вырастили био у нас его отрывает с руками и с ногами по высокой цене и все должно быть хорошо ну как оказалось никому это био не надо в том виде в котором мы его получаем то бишь среди да да и как бы по большому счету те года в десятые начало десятых до особо никто не заморачивался с ним были там робкие попытки зеленого листа которые начали агрессию европейскую в россию со своими продуктами ну и мы пришли к выводу что со своей продукции надо выходить с готовой продукции и восстановиться на полки магазинов только в том случае наша продукция будет востребована и практически с 13 года где-то началась эта кропотливая долгая работа ну началось с того что надо было где-то все это перерабатывать то есть нужен был комплекс машин оборудования технологии и все это мы начали потихоньку строить ну и в четырнадцатом году запустили пекарню запустили пекарню и процесс пошел сначала пекли для того чтобы отрабатывать технологии потом что кормили бригаду потом потихоньку потихоньку начали развивать продажи до определенного уровня дошли собственными силами но потом поняли что сами дальше не двинуться нужны специалисты и профессионалы которые будут этим этими продажами заниматься ну и начали мы тут подбирать кадры подбирали но в итоге мы сложили состоялся отдел продаж на сегодняшний день его возглавляя шаврина и елена николаевна здесь присутствует елена николайна девы вот посмотрите вот отдел продаж поэтому если какие вопросы будут по продажам это к ней значит она занимается порядок там продаж разбивка региона это все она занималась в таганроге отдел продаж работает москве наш представитель есть ну и ростов основной вот искали своих контрагентов выходили на сети ну скажем честно говоря когда многие выступают на различных мероприятиях и говорят да сети в сети это большая проблема сложно стать на полку требует откат и требует деньги какие-то еще мероприятия проводят но чтобы не взлазить я скажу с биопродукции это гораздо было легче и проще ну ленты немножко там поволокители где-то с полгода мы вводили продукцию вот такая компания как гиперглобус до немецкая в москве мы туда зашли за ну дней 45 наверно и мы зашли туда вот работаем с ними табрисы вошли но я крупные называют магниты семейные гипер и работаем ну крупные есть у нас частники вот поэтому набирается но я вам скажу одно что последние эти миры ситуация с коронавирусом так называемым да конечно сократились и магазины многие магазины просто позакрывались люди стали меньше как бы ходить наверное все таки ну продажи сократились мы эти продажи пытаемся на верстать вводом новой продукции разработки новых рецептур но пока движемся вот что но я задаю вопрос а свои магазины имеете ли нет нет мы не имеем потому что магазины это настолько сложно хватает своего предприятия и выращивания если еще заниматься магазинами то это но это очень проблематично поэтому такого количества которые у нас есть сейчас реализа реализации мы естественно не создадим да тогда стоит ли из одного магазина вообще заморачиваться поэтому торгуем по всей россии пользуемся логистическими компаниями если крупная партия либо сам покупатель посылает транспорт либо мы отправляем но находим компромиссы есть у нас логист который занимается этими всеми вопросами ну а хлеб естественно мы развозим сами у нас порядка 6 фургонов машин хлебовозок 6 или 7 даже вот один рефрижератор у нас есть потому что перевозим яйца ну машины бегают каждый день развозим и хлеб вот регионы поставок но вся область у нас идет краснодар идет компаньоны партнеры нашей компании доставляют хлеб сочи на побережье москву мы поставляем один раз москву машина ездит вот там у нас рц машина возит но и хлеб тоже есть попутный транспорт который мы отправляем все это на сегодня реально остальная продукция также продажи идут от калининграда до южно-сахалинска практически беларусь и казахстан по сидя мне вам сказал значит все что касается от продаж что до дерева никого на тут мы сейчас слово и дадим она скажет что у нас идет лучше что идет хуже ну продается по большому счету все но на сто процентов если допустим сказать что сейчас все у нас продается выращена за сезон нет не все продается вот мы сейчас находимся в склад наш ангар 1 здесь хранится только биопродукция на сегодняшний день мы остатки все вывезли подготовили место другое перевезли вчера здесь мыли ангар значит биоангар мы не обрабатываем ни химией ничем здесь просто идет мойка водой и потом у нас еще здесь будет обработка известью делаем раствор извести ты все это смываем известь нас все вредные тут видите ли всех подуничтожит но так здесь все хранится и такой пример у нас года два назад или три мы была проблема амбарная моль и мы завезли абрабрахана но завезли мы их поздно уже в октябре месяце было холодно он нас как бы мы считали что он пропал а он затаился позапрошлом году его тоже не было а в прошлом году смотрим меня агроном зовет и посмотрели что там такое случилось опять сразу знаешь приходим смотрим яйца амбарной моли яйцекладки все съедены и вот эту часть продукции в биг бига хранится и это мушка везде присутствует вот она за два года развелась тоже химией не травим и абрабрахан присутствует уже хорошо поэтому но дорогой он почему-то ну думали что погиб а он плодился жара пошла он по температурах вообще работает хорошо вот что еще ну по культурно культуры разные были начинали мы сегодня вопрос задавали почему простой пшеницы не занимаемся мой первый год посеяли но эту простую нашу пшеницу то зимой которую мы везде сеем ее просто клоп там сожрал и все там получили фураж там даже непонятно как есть понятие да знаете нет не моющийся фураж вообще ничего нету но мы когда поняли что есть у нас полба спельта такие культуры мы она пленчатая ее клоп не прокусывает его там практически нет зерно получается качественно но вам такой пример приведу значит последние анализы мы делали значит полба клейковина 32 и д.к. высокая я вам скажу так что там где не зерновые не обрабатываются химией там везде и д.к. в районе 100 и чуть выше до 105 единиц там где химия она как бы регулирует эти показатели и поэтому на сегодняшний день по большому счету уже сложно найти технолога который допустим из 105 клейковины да там и вернее 105 единиц и клейковины там за 30 далеко испечет нормальный хлеб раньше пекли на хлебозаводах сейчас сложно найти даже научили спельта допустим то пониже там 95 единиц а этот клейковина под 40 там идет ну качество хорошее вот поэтому от простой пшеницы ушли остались мы на озимой пшеницы спельта и на яровом на яровой пшеницы полба дальше мы рожь ввели потому что на сегодняшний день по статистике смотрю у нас ежегодно на 30-40 процентов посевы ржи в россии падает потому что рожь как бы не востребована сильно ну да и хорошо мы а мы наращиваем вот рожь востребована но не до такой степени как хотелось бы но тем не менее она спрос имеет тем более вот у нас допустим мы делаем я уже рассказывал наверно кому-то мы делаем из рожи делаем хороший шикарнейший солод который начинаю вводить в общий прайс-продаж я думаю что найдет своих покупателей дальше на что лен коричневый и лен белый выращиваем чечевицу красную была зеленая но на спросом вообще почему-то они пользуются мои до распродаем сейчас и пока выращивать не будем горох зеленый нашли мы нормальных покупателей которые у нас постоянно его закупают основные наши культуры а еще хорошо идет у нас проса ну в остатке у нас есть мы в этом году не сеяли его тут тоже знаете как бы совершенно может быть случайно но она вырабатывалась такая практика что мы допустим 1 вот 7 сегодня это порядка 13 культур у нас да ну каждый год мы сеем порядка у семь восемь а порядка пяти шести культур идут переходящим и хватает на два года ну продаж немного зачем его каждый год садить что потом непонятно куда девать вот поэтому и количество культур возросло ассортимент есть то есть что предложить у нас наименование по моему порядка около 100 наименований листа пяти наименований в прайс-листе в нашей продукции что касается урожайности урожайности значит нас успеть то от 30 до 40 полба примерно тоже рожь также от три культуры зерновых они вот вышли на эту урожайность пока она как бы стабильной держится вот в этом году посмотрим с увлажнениями лен и коричневые белые ну полтора центнера сразу так вот больше нет чечевицы 1118 все больше она не дает горох кстати горох он в общем то если ему не мешать как говорится прости он до 40 ценнеров дает горох здесь с горохом нормально все ну вот основные те культуры его назвал да ну просто тоже за 30 центнеров переваливает поэтому выхода по спельте и по полбе 50 процентов сразу говорю если кто и соберется когда сеет тут обольщаться не надо потому что после шелушения идет отход вся шелуха которая выходит а ее сами понимаете процентов 30 наверное в этой оболочек вот мы ее там все равно на сто процентов зерно не вылетает где-то остаются дробленое зерно там целого нет а дробленка остается все это уходит на птичник вольеры птица гребется это ее задача там ну природная и надо репетись вот она оттуда все это еще дополнительно выклевывает при нормативе допустим при нормативе питания птицы где-то порядка 120 грамм день в нашей птице с учетом того что на вольерах свободных в опасах плюс это шелуха у нее уходит порядка 60-80 грамм питания в день то есть тут идет своеобразная экономия вот ну что касаемо себестоимости она разная разная чем ну тут же все понятно чем выше урожайность тем ниже себестоимость но вкратце скажу так зерновые культуры на это спельта рожь овес где-то в районе трех рублей получается себестоимость лен за 8 переваливают 8 20 лет а так вот чечевица чечевица красная где-то в районе 455 рублей рог по прошлому году он дал 750 себестоимости поэтому ну понятно что при первого переработки есть отходы без них никуда не денешься это вот только можно пшеницу здесь до загрузили вывезли в порт все корабль ушло как сколько привез столько и продал то здесь надо с этим все переработать отходы есть и с ними тоже надо как-то бороться с этими отходами вот накапливается что накапливается накапливается мелкое зерно некондиционное щуплое она в любом случае присутствует накапливается при помоле при получении круп при очистке калибровке есть отходы в любом случае но мы смотрим какие отходы мы их делим естественно делится там дробленное зерно дробленное потом проходит дополнительную очистку мы от него отбираем стандартные гостовские показатели по сетам на крупы которые идут на фасолку всю остальную мелочь там мучкой все остальное мы пускаем на переработку в корма для птицы корма купили мы года два или три назад купили такой мини комбикормовый цех который делает нам комбикорм мы сделали рацион питания для птицы более-менее сбалансированный но доделали мы анализы в любом случае из того биопродукции из которой мы делаем корма у нас сбалансированность по кормам не дотягивает порядка порядка 15 процентов поэтому понятно что при таком дисбалансе норматив по кроссу данной птицы мы получить не можем если данный кросс у нас хайсекс браун они должны где-то в год нестись порядка 320 там 330 яиц в этих пределах ну где-то на 100 штук а то есть 120 меньше наши несутся меньше потому что нету здесь никаких добавок премиксов и всего остального поэтому птица на сертифицирована на био яйцо тоже и мы продаем его как био долго мы там смотрели какую нам упаковку сделать но точно спокойно упаковки отдельно расскажу вот ну вот так вот поэтому все отходы так называемые все перерабатывается у нас в корма гранула 3 миллиметра птица поедает в том числе даже ракушку ракушка это у нас один карьер есть только есть на здесь к есть карьер именно ракушка это известковая ракушка не так кальций песок который возле моря у нас да а именно настоящая ракушка мы его тоже в рану запихиваем потому что птица что-то такая такое животное она сначала выбирает все вкусное они вкусных остается в кормушках а баланса нету но ей не расскажешь на дисбалансе а вот в грануле все есть даже ракушка вот они все это съедают и все баланс нормальный вот ну рентабельность культур да нам расскажет елена николаевна что касается упаковки вопрос тоже для начинающего предприятия сами понимаете что здесь ситуация упаковка это не одноразовый да пакет сделал и выбросил забыл это упаковка лицо компании на ближайшие там 10 а то и больше лет но мы сейчас уже провели ребрендинг мы изменили немножко там краски изменили немножко написания у нас есть человек отдельно это дарья она не она дочка заболела должна была присутствовать здесь сегодня но не приехала вот они вот с николай сельчин плотно организовали эту встречу всем она нас этими вопросами занимается она у нас как директор по развитию предприятия и занимается этими 7 вопросов я вам скажу так что аудитория нашего наших клиентов которые занимаются здоровым образом жизни и здоровым питанием она помолодела сегодня в этом тренде молодежь скажем так смело могу сказать даже уже от 18 лет и до 40 поэтому они совсем другие взгляды мы вот на своих внуков смотрим у них совсем другое нам голове там не то что было у нас поэтому и сделали уклон ближе так вот молодежному стилю к современным современному восприятию в общем-то результаты видны дальше мы когда начинали все это делать упаковку тут но аспектов как надо подойти к этому мы сначала ну понятно если самому о чем-то думать можно и голову свернуть и не придумать на рынке есть определенные компании которая работает да и в них уже что то есть ну мы внимательно смотрели на все это в общем-то из всего многообразия мы с Натальей Александровной много везде ездили да я не представила с Натальей Александровной глава КФХ она у нас глава руководитель всего нашего этого комплекса вот поэтому нашли мы такую упаковочку формы но мы ее все равно переработали в другие размеры чуток за два ну и во многом вы знаете даже как-то и угадали у нас упаковочка круп и зерна плавно переросла в удвоенном размере сразу в упаковку хлопьев одна упаковка две упаковки зерна крупы вместе составлены получается упаковка хлопьев экономия на таре на размерах на всем прочем если допустим хлопья влазит 6 в упаковку там шоу-боксы на полку ставят зато этих 12 коробочек уже хорошо вот поэтому к этому надо подходить с разных сторон кроме того сразу скажу кто начнет заниматься или будет заниматься или уже занимается даже под каким-то своим брендом все надо фиксировать сразу мы с этим столкнулись ну во время столкнулись и мы с момента подачи заявки на получение патента на название и на у нас на одной из первых выставок нам подошли люди сразу сказали мы хотим купить у вас форму вашей упаковки и написание еще и мы быстренько после выставки все это за собой застолбили через патент у нас патенты есть все то есть это наша собственность это очень важно потому что можно раскрутить и логотипы компания потом вам еще предъявят еще будете за это деньги платить вот это тоже важный момент что касается сертификации сертификация значит мы работали и работаем сейчас по частным экостандартам агрософии сертифицирует нас экоконтроль значит это ходус андрей валерьевич значит он свое время плотно занимался вопросами с германией потом они там перевели все эти их не стан их стандарты перевели все на русский язык они унифицированы они зарегистрированы и мы с ним по ним работаем разница но они у нас немножко жестче в плане переходного периода если в германии два года идет конверсия то у нас три года ну чем-то должно отличаться вот и как вы знаете с двадцатого года у нас начал действовать российский гос на органику да значит компании у нас там сейчас не знаю пять или шесть сколько их там сейчас на сегодняшний день по сертификации но одна из компании русскачества мы еще в прошлом году подали заявку чтобы пройти сертификацию а было у них народа и плюс своя работа еще у них это процедура процедура растянулась до нынешнего года вот они ровно неделю назад прошлую среду были у нас сертификации роскачества в общем мы ее прошли ждем документы внесения в реестр российский в россии по ранее предприятия но это все что касается значит кроме того для того чтобы все мы как бы когда мы работаем работаем по текучка идет ежедневная работа продажи там производства поля земля и так далее и зачастую оно как бы все приедается все она идет по накатанной а когда отлучаешься с предприятия потом приезжаешь и отдохнувшим взглядом посмотришь на все это и вот тут понимаешь что там плохо там недоделано там некрасиво там нарушают там еще что-нибудь мы два года назад занялись подготовкой к сертификацию по и со 22000 это продовольственная безопасность по пищевой безопасности да значит это ли с элементами там хас ну хас не сто процентом объеме ну процентов там 60 его вот то есть то что нужно для производства пищевых продуктов мы полностью подготовили все документы мы подготовили сюда мы привели производство в порядок мы все это подтянули сделали но я вам скажу так что стало раз да и самим приятнее и понимаешь прекрасно что это все есть это все ведется это все движется и оно работает и в процессе сертификации когда приехали нас проверять по одним из скажем так направлений проверки было наличие всех этих мер безопасности которые присутствуют на производстве согласно всем этим элементам хас по хотя по законодательству все пищевые производства не должны соблюдать пусть может быть и на сто процентов хас но он там должен присутствовать в любом случае ну мы эту процедуру прошли и она у нас ведется тоже как бы неплохо ну вот основное что я хотел бы рассказать по птице рассказал поэтому рассказал да и на птицу тоже самое мы долго думали как нам сделать мы нашли компанию это финская компания у нас в россии работает завод у них хухтамаки который печатает вот эти штаканчики знаете такие на заправках продаются они пупырчатые такие удобные мягенькие вот это все делает компания финская они много по россии у них сумасшедшие объемы ну даже при наших маленьких а нас нас не выкинули оттуда хотя пытались вот мы печатаем у них коробки сразу с нанесением логотипов текстовки все это сразу на коробке уже идет завода то есть тут проблем минимум главное уложить яйца и сделали мы упаковку зеленого цвета как это принято в европе все что био у них там все зеленое да и фасовка у нас по 6 штук европейская вот мы были у нас на всю продукцию нас существует свои т.у. свои ст.о. вот в том числе у нас были там магнит нам прицепился и говорит давайте штампуйте свои яйца пишите там вот это c1 там c2 c0 и все прочее мы им объясняем у нас наш менеджер серия юрьевич с ними там бодался долго но мы их не переводали мы сказали у нас яйца без вас продаются мы просто громко хлопнули дверь и ушли но ст.о. мы написали уже хорошо в своем ст.о. мы прописали что нам печатать нельзя потому что у нас птица на свободных выгулах в свободно ходит и задать им калибровку яиц я не могу вот и все поэтому на яйцо у нас очередь и людей очень много хочет купить у нас его но понятно у нас не птицефабрика у у нас количество ограничено порядка две две с половиной тысячи вот содержимую птицу два года потом ее продаем закупаем новую такая тема с птицей мы ее не забиваем здесь как бы это претит целям и образу жизни всем кто хочет жить здорово или здорово поэтому мы чтобы не отвечать что мы эту забиваем ее просто подаем вот такие вопросы какие вопросы к алексей ивановичу пожалуйста представляетесь сколько записями введем эффективности малых форм севтого хозяйства значит я понял так что вы от магнита по лицу отказались практически вообще отказались ну все здесь событиями которые произошли в области весной да и связи с тем что у нас произошло резкое повышение цен на металл на лес на топливо я рассказываю но нам сказали как это все нормально нефть газ бензин это платите а зерно на 3 рубля сразу цену хлоп и опустили до помните сейчас 14 800 тона а доходило до 18 с копейками тогда вот 4 рубля долой это нормально яйцо у нас поднялось ну когда яйцо звоню елене николаевне релина ну а ты рука у тебя поднимается продавать белое яйцо говорю по той же цене план на которую подняли простое яйцо ну елене клана прониклась подняла цену 16 рублей одно яйцо еще вопросы пожалуйста есть пожалуйста варуем скоба строгали файл занимаемся два уточняющих вы весь урожай у себя и основной момент окупаемость получения прибыли это то что вы пришли на полностью переработку всего урожая то есть вы не торгуете оптом на элеваторы переработчиком правильно я понял да мы оптом ну опт это так там 20 тонн пришла фура да мы загрузили 40 тонн несущественные для вас ну есть компании которые очень хорошо покупали я вам скажу допустим полбу готовы прямо сейчас купить уже основной доход вам формирует именно ваша переработка переработка да да и очень волнующий вопрос по поводу птицы на вы были насколько я знаю там есть ограничения у вас то есть нет то что запрет но лучше допущение контакта с птицей и заболеваемость птичьим гриппом хозяйство там несет какие-то дешевые штрафы 500 700 тысяч ну если птичий грипп там уже не штрафы и и просто сжигают фабрику еще не знаю но у нас есть контроль по птичьему гриппу у нас есть тут местный врач который все свои действия согласовывает с районной ветстанции ветстанции естественно с областной делаем прививки по гриппу приезжает она сюда прививает птицу и потом когда часть как там порядка 10-15 и отсаживают контролируют прививка также через корма да да нет кололи до помада я не участвовал в этом мероприятии но никаких запретов и противодействия содержать птицу на вы были нет вообще больше того скажу когда стал вопрос с приобретением птицы в прошлом году мы закупали в апреле мы вообще не могли нигде купить птицы вот вот нет и вот честно мы нашли в армении да я засомневался честно говоря поехал в областную управление ветеринарное написал официальное письмо прошу разъяснить мне могу ли я взять купить птицу в армении типа там без карантина без ничего мне дали ответ никаких ограничений нет берите и мы просто чудом я не взяли там уже закрыли границы с коронавирусом а так бы привезли у них уже там предложили потому что кто-то заказывал в россии сюда 10000 или 15 я не помню и отказались и они в своей таре грузят фурами и пруды и сюда так что проблем нет купить сейчас мы нашли поставщиков крыму этой же породы то есть купить можно еще вопросы пожалуйста анжела михайловна нет еще растеневодство переработка животноводства на все да 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 думаете о полном цикле то есть я сейчас говорю про производство яйца курина чтобы у нас были птицы потом взрослые анжела михайловна спасибо нет дело в том что для информации при инкубации яйца на первом этапе на суточном невозможно определить где курица где петушки но как правило 45 процентов кур и 55 процентов петушков огромный вопрос что потом делать с петухами мы брали в чалтере на инкубаторе брали первый год брали наши породы мясо яичные брали адлер серебро и брали кучинскую породу ну понятно налупились эти петушки мы их суточных привезли да они куры симпатичные не то что эти там ободранные да эти штук яйцо несут но это отбили мы этих петушков ну там до трех месяцев они еще как-то существовали ну а с трех месяцев гены играют там они убивались если не дай бог одного с утра расклевали к вечеру лежит скелет каннибализм сплошной поэтому нет лучше купить кур чуть дороже но готовых мы берем 120 дней уже они у нас он проходят 60 дней у них этот самый конверсионный период у птицы 60 дней через все дней она уже она где-то через 55 где-то 60 дней начинает уже нестись там идет мелкое яйцо но мы его пытаемся продавать но как правило сложно ну представьте такой меньше чем теннисный мячик мы все пускаем в корма яйца на обратку все это перерабатывается и вранулы а по-другому куда делать есть еще вопросы к алексея ивановича алексей можно у нас это елена николаевна сейчас елена николаевна можно сравнить прибыли с гектара эко с прибыли с гектара интенсивки в вашем хозяйстве у вас как раз очень интересно это можно сравнивали что получается нормально могу значит минус все затраты минус все затраты где-то с гектара по на bio получается это уже в чистом виде около 70000 в этом в интенсивном земледелии в традиции 37 отлично отличный танец власти постучи николай васильевич дай бог постучу это с учетом переработки да вот только с учетом без переработки об этом речи не может быть в виде яйца в виде хлеба и вот этот великолепный аргумент дальше хочу сказать еще можно сразу скажу биопроизводство без основного предприятия ну не поднять честного должно быть предприятие на первоначальном этапе которая будет донором затраты большие мы в биопроизводстве практически все поставили без единого кредита все на собственные деньги а в растеневодство понятно техника дорогая технику сегодня невозможно купить даже если весь доход пустить на приобретение одного комбайна то жить остальные останется за что комбайна вот они сегодня мы еще брали там около 20 миллионов сегодня им ценник уже под тридцатку сами понимаете ну а один комбайн сегодня не холод заменяет два расселимашевский комбайна сумма самортизирована количество скажу два комбайна не холодно 880 два не холодно трактора 8 390 и 8040 раритеты 3d 754 камаза и весь набор сельхозинвентаря дискатор рубин культиватор селфорд ну это серьезная техника это канада селфорд он наша зона примерно все остальное сильно не выдерживает а эти нормально наталья сам сколько у нас техники на балансе рубля рубля 130 130 а можете сказать сколько лет вышли к прибыльному уровню по био вот если вы говорите что 8 9 лет то есть вы два года назад только вышли на прибыльный уровень ну как первые пять лет практически все что выращивали все продавали просто как рядовое зерно без всякой прибыли еще работал со мной отец сейчас на пенсии он уже мимо 82 года но он лет 10 только не работает вот мы с ним ночевали он меня тут съедал за это био что мы там дохода не получаем то там урожая нет продаем по той же цене но локомотив любого производства это идет хлеб хлопья яйцо ну и мука все потихоньку общей сложности нормально но если можно елена николаевна пусть ну подойдите сюда чтобы у вас лучше было слышно еще раз всем добрый день постараюсь не повторяться алексей иванович практически все уже рассказал по продажам и по продукту в частности но тем не менее что касается продаж как продажах любого продукта есть специфика продукта есть свои трудности есть плюсы есть минусы но основной наш плюс это что это сам продукт до каждый продажник знает что есть продукт который надо впаривать есть продукт который с люди берут с удовольствием и когда ты торгуешь качественным и нужным рынку это здорово трудности практически такие же как и везде но в двух словах направление у нас действительно и каналов сбыта у нас много потому что мы продаем как битуби так и битуси битуби мы тоже развиваем активно потому что не везде мы можем сами стать на полку в числе наших партнеров активно развиваются пекарни здоровый хлеб сегодня в моде в основном это московские пекарни которые с удовольствием берут у нас цель на зерновую муку это кондитерские производства которые берут также муку берут лен не так давно в числе наших клиентов появилась компания фрута няня на слуху наверное у тех у кого есть и дети внуки здесь требования очень высокие качества продукция да то есть наша продукция в детские кашки теперь идет тоже также у нас есть клиенты которые с нашим продуктом вошли в сети под своим брендом там тот же ашан вот у нас зеленый горох половинки идет не под нашим брендом но горох наш все эти направления разумеется мы развиваем тоже ну а что касается нашего бренда то это наша фасованная продукция в наших брендовых коробочках которую мы пытаемся поставить на полке и благополучно это делаем разумеется в родственном регионе здесь нам легче работать потому что здесь проблем с логистикой у нас нет таких и лучшим образом мы представлены в ростове в краснодаре в таганроге чем дальше тем тяжелее хлеб наш доступен это самый наш топовый продукт это наш уникальный хлеб тонус вот который вы сегодня пробовали такой хлеб практически больше никто не делает доступен он сегодня вот для этих городов наших ближайших также мы его возим в москву и по пути завозим воронеж скажем этим городам повезло вот поскольку хлеб это наш топовый продукт мы намерены развивать именно производство хлеба дальше нам это интересно нам это рентабельно и рынку это тоже необходимо на выставке продэкс по в этом году мы представили новинку которая вот-вот появится на рынке это новая линейка ржаных хлебов под брендом на здоровье это будут это будет хлеб из нашей органической ржаную муки с натуральными добавками 8 видов его будет с травами с пряными с горчицей с хреном сухофруктами с клюквой что-то еще упустила ну в общем 8 видов отличного вкуснейшего хлеба очень людям очень людям нравился активно и его пробовали скоро все это также будет доступно конечному потребителю но с какими мы сталкиваемся проблемами до проблемы тоже есть потому что когда мы предлагаем наш продукт в обычную бакалейную линейку нам говорят дорого понятно органический не может стоить столько же сколько неорганический да то есть продаваться мы можем только на полках специализированного питания не во всех сетях они есть но где есть там мы становимся либо в магазинах специализированных здорового питания которые к радости сегодня тоже растут потому что направление в тренде ну вот собственно наверное все поэтому популярности по популярности наш топовый продукт это хлеб если бы мы могли возить его по всей стране он бы наверное у нас продавался в сотни раз больше но к сожалению здесь мы упираемся в проблемы с логистикой ну понимаете да что такое выпить и за тысячи километров отвезти в москву ну как-то дальше уже просто не вариант некоторые требуют там доставку по магазинам исключительно связи с коротким сроком годности то есть некоторые магазины мы возим отсюда по видам самый востребованный из хлеба у нас ржаной далее за ним идет ржанно-пшеничный в составе мука полбы цельнозерного зерно полбы прошу прощения цельное зерно полбы далее идет спельтовый потом из чистой полбы и потом с добавками с сухофруктами и с орехами вот если не пробовали пробуйте если есть вопросы с удовольствием отвечу да конечно да они указывают что это горох выращенные там биохуторе петровском это те у которых это требует стандарты у которых это именно биопродукт те покупатели наши которым био в принципе неважно им нужен просто качественный продукт те на органику никак не ссылаются у нас есть и такие да нет вопросов больше спасибо